Здравствуйте дорогие зрители! Сегодня собираю подорожник большой. В народной медицине подорожник используют для лечения простудных и инфекционных заболеваний, верхних дыхательных путей. Данное растение является эффективным средством при борьбе с затяжным влажным кашлем. Оно оказывает не только противомикробное действие, но и разжижает мокроту. Средства, изготовленные из подорожника, борются с такими болезнями, как ларингит, трахеид, влажный и сухой кашель, бронхит. Я собираю лист подорожника для того, чтобы изготовить очень замечательный сироп от кашля, помогающий зимой бороться с простудными заболеваниями. Лист подорожника можно собирать в течение всего сезона, начиная с весны до поздней осени. Его листья в любое время сезона и в любое время лета являются очень эффективным лекарственным средством. Сегодня я готовлю сироп из подорожника, который очень хорошо лечит кашель, как влажный, так и сухой. Все виды бронхитов, трахеидов и других заболеваний дыхательных путей. Собранный лист подорожника я перебрала, убрала всех насекомых, улиток, хорошо вымыла, высушила. Сейчас нарезаю как можно мельче, вот такой вот соломкой, вместе с черешками полностью нарезаю все листья. Весь подорожник я порезала вот так вот мелко. Его можно резать как ножом, так и перекрутить через мясорубку. Я в этот раз порезала ножом, у меня получилось ровно 400 грамм листьев, вот таких вот мелко порезанных. Для изготовления сиропа нам понадобится еще и сахарный песок. Я взяла литровую банку, на дно я засыпаю тонким слоем сахарный песок. Это нужно для того, чтобы листья у нас лежали на сахаре, не на голом стекле, а на сахаре. И начинаю укладывать лист подорожника толщиной сантиметра-полтора на вот этот вот сахар. Уложила, засыпаем опять слой сахара. И так мы делаем поочередно слой сахара в слой резаного подорожника. Таким образом, чередуя слой сахара в слой подорожника, я укладываю полностью банку. Сверху у нас всегда должен оставаться сахар. Закрываю крышку и ставлю в теплое, темное место на полтора-два месяца. По действиям сахара из подорожника будет выделяться сок. Мы этот сок будем сливать в стеклянную баночку и хранить в холодильнике. Вот этот сок, полученный при взаимодействии сахара с листьями подорожника, и будет являться тем самым волшебным сиропом, который будет лечить ваш кашель зимой. Какое соотношение сахарного песка к листьям? У меня получилось 400 грамм резаных листьев, и на эти 400 грамм листьев я взяла 400 грамм сахарного песка. То есть пропорция 1 к 1. Принимают готовый сироп взрослые 3 раза в день за полчаса до еды, по 1 столовой ложке запивая чистой водой. Дети до 12 лет принимают по 1 чайной ложке 3 раза в день, запивая теплой водой. Сироп подорожника в аптеках стоит немалых денег. А так у нас есть прекрасная возможность сделать свой домашний сироп, но намного лучшего качества, поскольку кроме сахара и листьев подорожника здесь ничего нет, нет никаких консервантов. Это бесценное отхаркивающее средство, а также прекрасное средство при лечении язвенной болезни желудка, 12-перстной кишки, а также других заболеваний желудочно-кишечного тракта. Спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Всем благ, здоровья, любви и удачи!